Более 700 студентов собрались сегодня в зимнем театре на гражданском форуме «Сочи. Вчера, сегодня, завтра». Речь шла о прошлом, настоящем и будущем курорта. Вспоминали и непростые для города годы, и время олимпийского строительства. Говорили и о перспективах, которые ждут Сочи. Наш город быстро наверстал всю ту упущенную 90-е и стал суперсовременным курортом. Сегодня Сочи развивается успешно, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Олимпийские игры не стали вершиной развития курорта, а послужили отправной точкой для дальнейшего движения вперед. А это будущее в руках нынешней молодежи, подчеркнул мэр. Кстати, в гражданском форуме приняли участие молодые люди, которые в этом году впервые в своей жизни будут участвовать в выборах. Им предстоит принять важное решение, за кого и за какой путь развития нашей страны отдать свой голос. Кстати, молодежь в Сочи весьма активна, а большая часть молодых людей 18 марта обязательно придет на избирательные участки. Мы молодое поколение, в будущем мы же будем создавать это будущее, поэтому я считаю, что вся молодежь должна пойти на выборы и в них участвовать. Делая выбор сегодня, мы обеспечиваем себе завтрашний день, наше будущее, будущее нашей страны. Эти пять лет могут принести просто огромный либо рост, либо регресс для страны, что будет через 10 лет важно для нас. Довольно-таки часто я сталкиваюсь с мнением, что нет никакой необходимости идти на выборы, что выборы все куплены. Но сейчас я понимаю, что это не так. От каждого зависит судьба нашей страны. Все участники форума от организаторов получили приятные подарки с символикой выборов, билетами на хоккей и приглашением принять участие в выборах президента 18 марта и выполнить свой гражданский долг. Инга Габеши, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.